Елена Сафонова – российская актриса театра и кино, которая посчастливила стать звездой культовой мелодрамы конца советской эпохи. Лирический образ не стал для карьеры Елены единственной яркой работой. Другими ролями она сумела доказать, что владеет всеми красками актерской палитры. Елена Всеволодовна Сафонова родилась в Ленинграде в июне 1956 года в режиссерско-актерской семье. Однако никакого отношения к российскому актеру Кириллу Сафонову не имела. Они не родственники, а просто однофамильцы. Всеволод Сафонов и Валерия Рублева – родители Елены. Через несколько лет после рождения дочери семья переехала в столицу. Отец участвовал в съемках картин советского периода, среди которых «Солдаты», «Дело пестрых» и «Белорусский вокзал». Мама работала режиссером на Мосфильме. С ранних лет Елена участвовала в экспедициях, помогала святителям и звукооператорам. Поэтому уже в детские годы Сафонова знала, что путь у нее один – стать актрисой кино и театра. После окончания школы Елена Сафонова отправилась поступать во ВГИК. Но путь туда оказался не таким простым – будущая артистка поступила с третьего раза. В 1975-м Сафонова стала студенткой ВГИКа, но проучилась два года, после чего отправилась в Ленинград. В 1981-м девушка получила диплом Элгитмика. Ее приняли в театр имени Комиссаржевской. В театре Елена Всеволодовна Сафонова прослужила один сезон. На тот момент актриса уже 7 лет снималась в кино. Дебютировала в роли старшеклассницы Любы в ленте Аиды Моносаровой «Ищу мою судьбу». Первая главная роль была сыграна в 1983 году в ленте «Возвращение Баттерфляй» режиссера Олега Фиалко, где Сафонова появилась в образе пелицы Соломей Куршельницкой. Работа молодой исполнительницы была отмечена кинокритиками. В 1985 году вышла лента под названием «Зимняя вишня», которая повлияла на творческую биографию исполнительницы. Поначалу планировалось, что героиню, доставшуюся Сафоновой, сыграет Наталья Андрейченко. Но личные обстоятельства не позволили той полностью погрузиться в работу. Так Елена очутилась в «Зимней вишне». После мелодрамы, которая принесла Елене Сафоновой звание лучшей актрисы года и признания коллег, режиссеры выстроились в ряд с предложениями новых ролей. Фото Елены появились на обложках десятков журналов. Ей подражали. Целое поколение женщин стриглось под «Зимнюю вишню». «Гимн одиноких женщин» – так окрестили зрители полюбившийся фильм. Позднее артистка снималась в проектах Сергея Бодрова-старшего, Павла Лунгина и Сергея Микаэляна. Особенно успешной оказалась лента Никиты Михалкова «Очи черные». В этом проекте партнером Сафоновой стал сам Марчелло Мастрояни. Кроме того, Елена Всеволодовна становится выездной, получает возможность бывать и сниматься за пределами Советского Союза. Роль в проекте «Аккомпаниаторша» российской звезде предложил Клод Миллер. Конечно же, актриса согласилась. В этом фильме она сыграла вместе с Самуэлем Лабартом. Оказалось, актер давно был влюблен в Елену. Высокого роста , стройная , брюнетка покорила сердце француза еще в ту минуту, когда тот увидел красавицу на экране в проекте Никиты Михалкова. Вскоре Сафонова переехала во Францию. Там, быстро преодолев языковой барьер, Елена пять лет снималась в кино, появлялась на подмостках Парижского театра «13». В 1996-м Елена Сафонова вернулась в Россию. В 1999-м на экраны вышла мелодрама «Женская собственность». В этой картине Елена Всеволодовна сыграла главную роль вместе с тогда еще начинающим артистом Константином Хабенским. Вернулась к зрителям и героиня Сафонова из «Зимней вишни». На экраны вышло продолжение полюбившейся картины. С годами раскрылся комедийный талант актрисы, и если в молодости Сафонова в основном была занята в мелодраматических кинолентах, то в новом веке ее фильмографию стали пополнять сериалы. Особенно запомнили зрителям героини Елены Всеволодовны из детективного сериала «Журов» комедийной мелодрамой «Мама будет против» телефильма «Шанс». Женщины в возрасте, готовые к неординарным поступкам, вот новая амплуа артистки. Это и вдова криминального авторитета из фильма «Королева бандитов 2», и популярная певица из мелодрамы «Откройте, это я», и «Мама» главной героини из детектива «Опекун». Наиболее ярким образом последующих проектов артистки считается главная роль в комедии «Старушки в бегах». Основной кредо героини сериала никогда не поздно начать все сначала, им в жизни руководствуется и сама Сафонова. Помимо съемок в кино, в творческой жизни актриса много времени уделяет театральному творчеству. Она играет в интерпризной постановке «Хачу мужа» по пьесе Михаила Задорнова вместе с Валентином Смирницким и Марией Климовой. Выходит на сцену Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» в постановке «Калина Красная» по мотивам произведений Василия Шукшина. В 2019-м в кинорепертуаре исполнительницы появились детектив «Звезды и лисы» и продолжение полюбившегося криминального сериала «Куба. Личное дело». Елена Всеволодовна продолжила развивать своего персонажа в четвертой части франшизы «Зимняя вишня». Также в первой половине 2021 года она была задействована в производстве сериала «Не обмани». Первым мужем Сафоновой был актер кино Виталий Юшков. С ним начинающая актриса познакомилась во время работы над фильмом «Семья Зацепиных». Но после шести лет совместной жизни супруги расстались. Личная жизнь Елены изменилась в конце 80-х. Ее возлюбленным стал бизнесмен из США Вачи Мартиросян. Связь с женатым мужчиной продлилась недолго, но подарила актрисе сына Ивана. Сегодня Иван Сафонов работает на Мосфильме. В 1992 году Сафонова стала женой французского актера Самуэля Лабарта, который увез супругу во Францию. В этой стране родился Александр, сын Елены и Самуэля. Но муж требовал жены полного отказа от актерской работы, что не устраивало Сафонову. После развода женщина уехала на родину. Большим ударом для Елены Сафоновой оказалось то обстоятельство, что после бракоразводного процесса суд запретил увозить женщине сына Сашу из Франции до наступления его совершеннолетия. Позднее Александр получил актерское образование и сейчас работает режиссером. Мама и старший брат Иван часто навещают его. Сегодня знаменитость редко появляется на публике. Не откровенничает с представителями прессы. В редких интервью о личной жизни артиста повторяет, что в ее жизни есть только двое главных мужчин, это ее дети. 10 ноября актриса попала в ДТП. Ее автомобиль Hyundai столкнулся еще с двумя машинами. По информации СМИ, знаменитость отвезли в больницу, где диагностировали переломы ребер и надколейника. Авария была страшной, и лечащий врач сообщил прессе, что могло быть хуже. Состояние звезды не вызывало опасений у медиков. Тем не менее, ей был показан длительный реабилитационный период. В связи с чем, ряд спектаклей с ее участием, в том числе «Хочу купить вашего мужа», был отменен. В феврале 2022 года состоялась телевизионная премьера комедийного мини-сериала «Бабуля». Роль той самой женщины, вышедшей на законный отдых после плодотворной трудовой деятельности, сыграла Елена Сафонова. Актерский состав проекта представлен не менее известными артистами Анной Невской и Сергеем Паршиным. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.